Аплодисменты Этот старичок подходит к тромбонисту и говорит «Молодой человек, я уже 50 лет работаю слесарем, давайте я попробую, это таки должно вынуться!» Закончился концерт, и один музыкант говорит другому «Слушай, я вот не понимаю, я удивляюсь, ты сегодня пьян, абсолютно пьян, тем не менее великолепно играл! Как тебе удается так играть в таком состоянии?» Он говорит «А я, я репетирую в таком состоянии!» Москва, 8 марта Артисты поздравляют женщин с праздником И вот бригада артистов с одной площадки переезжает на другую, приезжая в Дом культуры И один артист, певец, солист, исполнитель романсов, народных песен забывает на предыдущей площадке свой смокинг Ехать за этим смокингом он не успеет Пробки Через 10 минут начала выступления он подходит к организатору и говорит «Ты знаешь, я не буду выходить, я не могу, ну что ты в сапогах, свитере, ну куда я перед женщинами?» Но благо дело, Дом культуры, а там был свой театр И были костюмы, вот и из подбора нашли ему костюмчик смокинг на три размера меньше Он такой здоровый был, понимаете, натянул на себя брюки, штаны, значит, смокинг, натянул кое-как Все это и говорит Ливону Аганезу Он говорит, слушай, Ливон, я тебя умоляю Если вдруг во время выступления что-то там треснет лоб, ты дай знать Ну, конечно, дам, что ты, не волнуйся Выходит на сцену Пошла музыка Он начал петь свою любимую песню Степь да степь кругом Путь далек лежит Той степи и глухой Замерзал я мщик Льется песня, прекрасно Набирает воздух, что второй куплет И в это время Он забывает текст песни, но продолжает под музыку Обращаясь к Ливону Аганезову Ты, товарищ мой, подскажи скорей Кто порвалась где В моем смокинге Ну, Ливон Аганезову Находчивый На спине Дыра И карман повис У подкладки весь Оборвался вниз Он продолжает Что же делать мне? Как уйти скорей? Я пойду спиной Встану В дверей И вон, наконец-то Только ты не смей В поезд колониться И держи штаны Ага, то свалятся Па-па-па То держишь штаны Допивают последний куплет И аплодисмент Он поднимает руки И тут они сваливаются И вот С тебя так с тебя кругом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому